Всем привет и приветствую всех на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если ты все еще не подписываешься. И да, друзья, не забываем про комментарии. Ваши комментарии это наша мотивация. Таким образом, мы знаем, что вам нравится наш контент. Ну что ж, не будем лямлить и погнали. Но перед началом хотелось бы вам порекомендовать очень интересный Discord сервер Russian Public, у которых постоянно открываются свои кастомные сервера, такие как Solo, Solo Duo, Squad. Если вы там забираете медаль, вас ждет денежный приз. Ну а чтобы вступить в данное братство, опускаемся вниз в описании и переходим по ссылке. И да, не забываем приветы от меня. Как мы все знаем, сегодня было обновление и добавили наши разрабы новую функционалку в данную игру, то есть дрон. Сегодня я буду показывать вам некоторые гайды, которые я успел за сегодня пофиксить, узнать, что и как. Но первое, мы сначала сейчас же отправимся на остров, ну, Мстителя, чтобы убить. Будем пробовать дрон на Мстителе. Будем проверять, возможно ли убить Мстителя, используя дрон. И будет ли Мститель агриться на наш дрон. Давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Вот мы, собственно, и долетели до острова. Теперь давайте возьмем дрон и взлетим, проверим, как среагирует Мститель на дрон. Будет ли он агриться. Давайте посмотрим. Так, слетим, летим. Ну, в скалу тоже можно пару раз удариться, конечно, но это ничего страшного. Это все нормально, а это по-нашему. Так, как мы видим, Мститель вообще не обращает внимания. И даже зомби не обращают на нас внимания. То есть, это значит, что мы можем легко с дрона убить Мстителя. Так что, один плюсик у нас есть. То есть, одна галочка положительная. То, что это выгодная вещь и годная вещь. Одна галочка у нас есть. Давайте идем дальше. Итак, второе. Если вы вначале не видели, посмотрите еще раз. Где я указал? Промотайте назад. Стандартно в дрон можно поставить 100 патронов. У меня в инвентаре было 182 или 7 патронов. Так, это значит, что у нас теперь 2 положительных галочек. Давайте посмотрим дальше, что у нас. Итак, следующий у нас танк. Давайте посмотрим, как отреагирует танк на дрон. Итак, как и следовало ожидать, танк тоже вообще не реагирует на дрон. То есть, теперь каждый игрок, любой нуб он или кем он ни был, не умеет стрелять или что-то еще, может с легкостью уничтожить танк, мстителя. К нашему изначальному счету добавляется еще один лайк. То есть, танк не реагирует на дрон. Это еще один плюс нашего дрона. Ах да, совсем забыл сказать, что зомби тоже не реагирует. Тогда это получается плюс 2. Итак, идем дальше. Следующий у нас, куда делся наш карго и вертолет. Почему их нету? Смотрите, друзья. Вот, подходите и вам надо их вызвать. Карго теперь вы вызываете сами. Она не будет автоматически. Вызвали вы карго, вызвали вертолет. Она будет в течение 30 минут находиться на карте. То есть, за эти полчаса вы должны успеть залутать карго и сбить вертолет. Вот такую вот новую функцию добавили на базе. Давайте посмотрим, с чего нам будет стоить вызвать карго. Сейчас это не бесплатно. За него надо платить 10к дерево, 10к камня и 2к железо. Это, чтобы вызвать карго. Она будет длиться 30 минут, как я сказал ранее. А чтобы вызвать вертолет, те же самые ресурсы вам надо. Тоже будет длиться 30 минут. У кого-то были проблемы, что вертолет не прилетал на базу. Что его целыми днями ты ждал, но он не появлялся. Теперь вы можете ежедневно сами вручную вызвать вертолет. Сами вручную вызвать карго. И лутать их, и сбивать. То есть, наслаждаться по полной. Но я не считаю, что 10к дерево и 10к камня и 2к железо. Это такая вот, как многие там пишут, что это много и т.д. Просто пишите свое мнение в комментариях. И да, друзья, насчет дрона у нас еще не все. У нас еще есть гайды. Просто хотелось упомянуть новую функцию, которую добавили на базе. Смотрите сами, что эти зомби просто сделали с моей базой. То есть, я случайно вызвал нашествие зомби. И в итоге не подготовленный. У меня там ничего не было скрафчено. По-быстрому на скорую руку скрафтил, прилетел. И вот так вот отбивался одним словом. Главное отбился. Вот это главное. А урон, который они нанесли, это ерунда. Друзья, смотрите, после обновления, разработчики сделали так, что скин теперь доступен только владельцу. То есть, если он построил, и у него скиновая хата, то его тиммейт и другие игроки не будут видеть этот скин. Этот скин видит только тот, кто владеет им. То есть, ты построил хату. К примеру, скажем, я пошел на базу у своего друга и построил ему хату. Он не будет видеть данный скин. Только я буду его видеть. Короче, вот такой вот. Смотрите. Вообще страшно выглядит. Сейчас со своего аккаунта зайду и покажу, как выглядит у меня. Вот это мой твинг. Нету ни одного скина. Итак, теперь я зашел со своего основного аккаунта. Смотрите, как теперь выглядит. То есть, я со своего основного аккаунта вижу скины. А с твинка уже не вижу. То есть, с какого аккаунта была постройка. К примеру, у меня на этом аккаунте есть скины. Я построил. Только я могу их видеть. А он не может. Итак, следующий гайд у нас с дроном. На аэропорту, на вышке. К примеру, у вас нету там оружия. Вы просто успели себе скрафтить дрон. Как в моем случае. Просто забегаете сюда, как я это делаю. Или же на улицу, в контейнере. Или там где-нибудь там спрячьтесь. Просто активируйте свой дрон. И все это easy просто. Просто easy. Так, переключим камеру. Смотрите, даже боты не реагируют на нас. Ни один бот. Шесть патронов и все. Боты уже нету. Вот таким образом можно даже и вышку залутать. Давайте дополним к нашему списку еще один гайд, который у меня был на прошлом видео. Этот гайд касается именно для рейда. К примеру, если вы идете рейдить, да? И там люк открытый. Вы просто можете залететь. Вот так и проверить, что там находится. Ну, короче, лайфхак он. То есть, это значит, к нашему списку добавляется еще одна галочка. Итоги у нас получается 5-0. И да, конечно, у этого дрона есть еще минусы тоже. Мы все плюсы посчитали с вами, но не досчитали. Еще гайды будут про данный дрон. Я еще много интересного вам покажу. Так как ролик у нас продлился больше, чем 10 минут. Поэтому сегодня остановимся на этом. Ну, под конец я вам скажу про два минуса, которые я заметил в данном дроне. Это первое, топливо жрет она много, как я понял. А второе, урон она наносит намного меньше, чем если бы вы стреляли с М4 или с Кюбазе. Ну, напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете. Наш ролик уже подошел к концу. Но на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, всем добра. С вами был Борз. До новых выпусков.